Прямо сейчас о самых заметных происшествиях, которые случились в городе и регионе за минувшие сутки. Следователи начали проверку по факту гибели пенсионерки в 8 микрорайоне. Трагедия произошла 24 октября в доме номер 110 по Советской. Женщина упала с высоты 9 этажа. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали ее смерть. Известно, что погибшей 80 лет, она 1936 года рождения. В день трагедии в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как она сидит на краю подоконника. Устанавливаются лица, которые входили в круг общения с указанной женщиной. Досконально будет изучена личность погибшей, также детально будут изучены личности родственников, финансовое состояние женщины, в том числе в настоящее время в полном объеме в отношении погибшей запрошен характеризующий материал, а также медицинские документы с учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Ноябрьска. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение. Это уже не первый подобный случай. За последнее время в ноябрьске 19 сентября из окна пятиэтажки на улице 8 марта тоже выпала женщина. Это было самоубийство. А спустя две недели, 4 октября, из окна дома на энтузиастов выбросился 57-летний мужчина. По версии следствия, к такому шагу погибшего могло подтолкнуть тяжелое заболевание. Вечером 24 октября на проспекте Мира автоледи на иномарке угодила в ливневую канализацию. Женщина-водитель автомобиля Ниссан при повороте налево во двор не убедилась в безопасности маневра и иномарка столкнулась со встречной ке. Ниссан же после удара угодила в ливневку. Водители в ДТП не пострадали, а вот автомобили получили повреждения. А вот еще одному автовладельцу повезло гораздо меньше. Его Нива серьезно пострадала в огне. Пожар случился примерно в это же время в гаражном кооперативе поселка Железнодорожников. Через 14 минут после вызова пожарные были уже на месте. К их приезду авто вовсю полыхало. На ликвидацию пламени ушло 9 минут. Тем не менее, огонь успел сильно повредить автомобиль. Копоть осталась и на конструкциях гаража. Причина пожара, ущерб и виновник произошедшего сейчас устанавливаются. Сразу двое жителей Ноябрьска попались на удочку мошенников. И опять схема банальна. В соцсетях обоим пришли сообщения от знакомых с просьбой одолжить некоторую сумму. Это уже после перевода денег. Мужчины узнали, что страницы просивших взломаны. Но было уже поздно. В общей сумме они отдали мошенникам 16 тысяч рублей. Сразу после этого потерпевшие обратились в полицию. Кстати, по данным правоохранителей, с начала 2017 года в Ноябрьске зарегистрировано 17 фактов такого вида мошенничества. Люди потеряли более 100 тысяч рублей. Жителю Нового Уренгоя придется провести ближайшие полгода на исправительных работах. Причина тому – невыплата алиментов. По решению суда он должен был выплачивать деньги на содержание своего ребенка. Но этого горе-папаша не делал. Итог долг – 210 тысяч рублей. В первый раз за такой проступок обвиняемого уже привлекли к административной ответственности. Но даже после этого ничего в сознании не поменялось. Уже тогда было возбуждено уголовное дело, и суд назначил мужчине полгода исправительных работ. Осужденный попытался оспорить приговор, но его апелляцию оставили без удовлетворения. К этому часу у меня все. Я напомню, стать мобильным репортером рубрики «Новости происшествия» может абсолютно каждый. Если вы стали свидетелем какой-либо чрезвычайной ситуации и смогли заснять все это на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальной группе телеканала «Ноябрьск-24» ВКонтакте.